здравствуйте уважаемые друзья подписчики зрители канала всем вам привет я сегодня с морковкой тема будет у нас о волнистых попугаях покажу вам расскажу обзор гнезд сегодня пойдем посмотрим гнезда уже время подошло к тому что птенцы практически можно сказать скоро будут уже вылетать сегодня вылетел или выпал как правильно сказать в общем птенец первый первенец и я думаю сниму видео расскажу вам покажу вернее как развиваются птенцы на кого они похожи на папу на маму на соседа сейчас посмотрим разберемся но перед тем как перейти к осмотру гнезд хотелось бы дать пару советов ребятки вот морковка не просто у меня в руках я сейчас немножко вам покажу как я кормлю чем я кормлю что даю попугайчикам и вот морковка как бы знаете учитывая мое меню она является в данном случае не как допустим источник каротина или там источник витамина а а она морковка сегодня выступает роль легко усвояемой клетчатки то есть это есть морковка и если она идет в рационе сбалансирована поскольку у меня там сейчас будет в рационе замоченное зерно и яйцо замоченное зерно она обогащается витаминами а чтобы эти все витамины передать в организм попугая нужна легко усвояемая клетчатка это именно морковка то есть витамин прилипает к клетчатки клетчатка легко усваивается и и передает витамин в кровь это уже из как бы вам объяснить то но это уже получается основы питания и всех этих химических процессов распадов что на что распадается что как впитывается допустим все мы знаем еще с детства то что морковка лег лучше усваивается в организме если она идет с маслом со сметаной там кто как любит вот так что вот это за морковку имейте ввиду ее надо в рацион немножко всегда давать много давать не надо не рекомендую может быть там будет поноса не будет будет возможно разжижение стула а поскольку у нас от птицы в гнездах нам там лишняя влага и этот стул жидкий не ни к чему вот и еще совет такой дам для начинающих разводчиков кто занимается кто держит несколько пар там вольеры у него карелы допустим волнисты неразвучники ребятки имейте ввиду что когда вы ходите свои вольеры управляться старайтесь ходить в одежде одинакового цвета допустим если это черный бушлат у вас то пускай будет черным бушлатом все время если надо постирать то сменяйте на такого же цвета одежду если вы будете заходить сегодня в красной одежде неделю допустим туда ходить или три дня а потом оденьте синюю или желтую птица будет бояться это лишний стресс или если есть возможность у вас там четыре разного цвета кофты майки да у кого что ходите каждый день в разном птица адаптируется и будет вообще удобно ну в общем не заморачивайтесь держите пару вещей в которых можете ходить вольеры пусть они будут примерно одинакового цвета так это все сейчас переходим к небольшой ему видео обзору питания и собственно отправляемся в вольер где находятся попугаи и сейчас вам продемонстрирую первенец выпал но принципе небольшой не маленький но посмотрите сейчас все сами вот друзья мы с вами сейчас очутились уже на подходе к волнистым попугаем значит смотрите по поводу питания несколько слов рацион у меня значит такой здесь вот обратите внимание это сухое просо овес немного семечек но семечки я даю обязательном порядке так здесь уже идет моченое или замоченное зерно пшеница овес просо сафлор сорга канареечного немножко чечевица немножко кукуруза вон немножко есть вроде еще не забыл а пшеница пшеница сказал да значит сейчас кукурузу плохо едят и кушать стали плохо потому что она ну не очень прям так размягчается и они быстренько выедают все мягкое наедаются корни птенцов и ждут добавки в общем такую порцию я даю с утра примерно на 10 пар волнистых 10 пар волнистых такая порция вечером где-то часиков 7 6 вечера еще добавляю сухого добавляю но где-то так же тут наверное жмени 2 тут немного влажного корма тоже немножко добавляю одного зерна яйцо больше не добавляю морковку тоже больше не добавляю в общем вот так ориентируйтесь и так на глаз просто видите вода вот будет сейчас вода морковь хотите на терку вот на такую крупную тереть можно хотите режьте хотите просто поставьте так вот гвоздь в дощечку гвоздь забейте и на эту дощечку будете одевать морковку хотите подвешивайте морковку кстати подвешивать тоже интересно попугаю это все отгрызать ковырять в общем питание должно быть разнообразным это одно потом питание не надо перекармливать ну конечно когда кормят птенцов лучше просто подсыпать свежего ну и пусть это будет интересная подача питания в плане том что морковь будет подвешена птица подлетит в цепица когтями отгрызет сколько и надо полететь дальше тоже принципе интересно воду даю я отстойную 5 литровых бутылках отстаиваю два сутки точно отстаиваю но если есть возможность нужно больше отстаиваю потому чтобы избежать попадания хлора вот там валяется у меня или как правильно здесь расположен пузырек витома как-то приобрел витом ну чтоб рекламу не делать короче пробиотик здесь находится разработчики этого пробиотика узнали банку обращайтесь я вас прорекламирую замагорыть так друзья вот он лежит у меня уже сколько видите я его особо не даю потому что но я не вижу целесообразности когда его давать принципе так по питанию вроде я вам все объяснил рассказал яйцо я ножиком вот так разрезаю раз кстати яйцо здесь получается пол яйца разрезано на четверть получилось 4 куска и такая же четвертинка да вот в общем вот эта доля доза на волну идет на 10 пар с утра вечером маленько добавляю так значит отправляемся к этим обитателям австралии сейчас все это сделаем вот таким образом я у меня располагается поилка на кирпиче чтоб мусор туда не залетал я имею виду вот этот вот сухой чтобы вода не засорялась я ее под поднял кто-то может быть там какой-то стол себе сделает и повесить туда в общем вот таким образом расставляю кормушки и вот обратите внимание сегодня вылетел первенец сейчас моего крупным планом попробую снять на мой взгляд он выпал из гнезда немножко рановато сейчас я его возьму в руки и покажу вам его лучше он еще ругается на меня фокус появился обратите внимание на восковицу сейчас я его возьму чтоб он не упал восковица это ноздри которые располагаются над клювиком вот таким вот цветом выглядит восковица молодого волнистого попугая мальчика самец в общем перед нами самец а знаете ли вы друзья что австралийские аборигены называют волнистого попугая пригодным к пище они его считают пригодным к пище и они кушают волнистых попугая австралийские аборигены так что если у кого-то есть не кондиция так называемые французы бегунки варите суп друзья варите суп и приятного аппетита так что вот в общем первенец пожалуйста забавный такой но его пока еще рано отсаживать он должен родители что будут его подкармливать в основном самец самцы заботятся о птенцах которые вылетели вот самка будет докармливать еще птенчиков которые в гнезде и будет готовиться к следующей кладке я изначально видео начал дома потому что здесь невозможно разговаривать вот эти вот эти вот хулиганы они слышите дрем забивают мне очень сложно говорить и по ушам долбит конкретно и так вернемся к нашим австралийским героем такой вот мальчик самец кстати смотрите как он уже умным умным взглядом слушает меня возможно у него будет хороший потенциал копированию человеческой речи хотелось бы сказать несколько слов для людей которые интересуются волнистыми попугаями как питомцы домашние друзья мои уважаемые если вы хотите приобрести себе волнистого попугайчика я бы рекомендовал вам брать самца потому что мальчики мальчики более склонны к разговорной речи они способны больше слов копировать девочки тоже могут говорить но меньше слов у них в общем эти голосовые их ней трубы у самца и самки немного различаются у самца потенциал звуков больше чем у самцы и поэтому он может больше копировать человеческую речь так в общем а я хотел самое главное чуть не забыл я рекомендую брать всем птенцов волнистых попугаев в дом для чтобы был ваш питомец возрасте от 35 дней не надо бегать сломя голову и просить дайте нам маленького маленького а спрашиваешь какой возраст ну мы не знаем но чтоб с гнезда вот этот даже с гнезда выпавший рановато видите еще маленький хвостик особо не вырос такие вот дела опля сейчас вернемся в кадр прыгай прыгучесть у него хорошая наверное под этом он и выпрыгнул гнезда сейчас я попробую крылышко вам его показать минутку в общем друзья берите не раньше 35 дней из гнезда под я вам сейчас продемонстрирую чтобы вы понимали что это птенчик маленький вот его крылышки видите все перышки в идеале нормальные просто реально еще малыш я вам показал друзья чтобы не сомневались что здесь французы или там бегунки здесь у нас все четко потому что мы проявляем как заботимся и все хорошо когда все хорошо и тогда и везде все хорошо надо чтоб внутри изначального разводчика было все хорошо внутри организма и тогда добро порождает добро а если внутри какие-то непонятные штуки происходят у человека то тогда ладно в общем так переходим к обзору гнезд пускай он там уже в это в углу кто боится я так его показал в принципе рассказал сейчас я зайду сюда и мы будем с вами лицезреть все это дело я предлагаю начать осмотр тут у меня многодетная семья было попробуем посмотрим что здесь у нас творится по гнездам я признаться честно без вас не лазил знаете почему не лазил мне в комментариях написал один хороший человек говорит это меньше беспокой почему бы и нет буду меньше беспокой вот такие вот получается у нас ребята ну значит друзья что могу сказать по поводу вот видите здесь подстилка да как называется не знаю но в общем тут были опилки изначально а сейчас у нас сухие какашки можем пройтись быстренько по всем гнездам показать вот этот вот навоз ну друзья ну это будет наверное не всем интересно разводчиком хоть вот это что касается ребятам разводчиком видите друзья ну нету у них поноса нету у них ничего кал нормальный пищеварение нормально даже смотрите есть сухая пилка вот еще есть я вот не подсыпал ничего как было так сразу зарядил так и все раз два три четыре это 5 наверное их не наверное посадим его суда переживая вдруг не отсюда ошибусь но тут было много возможно он выпал ну вдруг не отсюда может поклюют давайте пересадим я думаю ничего не будет добрый час постучать так вот надо чтоб не сглазить одна кто-то из подписчиков меня спросил зачем у вас это красная кругляшка на стене я написал это чтоб не сглазили мне прислали в ответ улыбающиеся смарики возможно кто-то его виска покрутит но тем не менее крутить я не запрещаю я не вправе вам запретить так вот смотрите еще одно гнездо будем смотреть давайте наверное все потихонечку посмотрим потому что мне прям мне очень интересно думаю что и вам интересно а здесь друзья вот это вот какая-то пара как сказать не знаю и ругаться на них не хочется но у них своя жизнь это это вот так сейчас я вам еще раз покажу я просто закрыл чтобы она не улетела вон самец и самка видите как они живут сидят дома целыми днями одно яйцо снесли и думают что это хорошо и на этом спасибо что-то пока никто не выучился там а вот смотрите два самца у одного восковица супер синяя у другого розовая какая-то это знаете почему в одном журнале прочитал что если восковица синяя это значит гормональный фон у него в норме и он как может быть племенной самец ну вроде как так а розовая якобы может не оподотворять или вообще быть не проявлять интерес к самкам но не знаю не проверял вот летают они здесь и летают так третий надо кстати домики наверно подписать чтобы вам было удобно ориентироваться когда видео ранее снимал меня было такой случай я разбил гнездо ничего страшного что поделаешь так друзья вот это у нас неприятность это у нас самка взрослая сидит на яйцах а вот погибший хвою тело вот погибший птенчик мы его сейчас с вами удаляем почему-то он один здесь это надо удалять особо особо можно его перед кадром не крутить да вот такие вот бывают нюансы то ли это он видимо тут один был что-то я не понял ну ладно яички мы сейчас скучку ему таким образом все были дальше сидеть возможно гибель птенца была у нас из-за того что туса одна самка выиграла другую самку потому что вот я наблюдал или драки ну как драки я прихожу а у одного там лапка раскусана у другого допустим клювик в крови я понимал что кто-то с кем-то подрался а вот видите сейчас увидели там погибший тенец можем сейчас его рассмотреть друзья просто мне интересно и думаю вам тоже будет интересно слабонервных прошу отойти обратите внимание голова у него целая да я хотел бы посмотреть зобик у него накормлен или он был как-то он не худой в принципе тут уже немножко наверное момент гибели наступил дней дня четыре назад потому что в зобе прощупывается еще зерно а вот обратите внимание клюв у него клюв друзья сейчас сделаю видите клюва нет ему откусили клюв значит так фокус появись в общем вот вот клюва нет видите значит произошло что произошла драка его просто загрызли соседки друзья вот кто разводит попугаев обращайте внимание каждый раз если происходят подобные случаи обращайте внимание смотрите может быть голодный зоб пустой умер от голода да если накормленный и целый возможно он умер от какой-то инфекции это надо учитывать ну и принимать соответствующие меры в данном же случае был раскрызан клюв и значит на него напали бывает также раскрывают головы так тут мы три гнезда посмотрели идем дальше птенца мы посадили туда надо не забыть я потом буду наблюдать как у него жизнь сложилась я принципе раньше сделал такие подбросы перебросы все проходило хорошо здесь у нас одна самка не птенца яйца давайте-ка посмотрим что там под ней а вот смотрите смотрите там козелка и аккуратненько друзья чтобы не причинить вреда вашей птичке можно так погладить не хорошая хорошая они любят когда им так за холочкой гладишь чук-чук-чук а вот такого-то не малявочка ну трогать не будем давайте закроем и быстро уйдем она птица боится мы тут чук-чук-чук делаем так нельзя делать это стресс но для моих по крайней мере стресс они же не прям ручные будут у вас дома ручные попугаи можете с гладить все это приятно так а здесь у нас тоже молодая мама и у нее недавно родившиеся птенцы нервничать 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 попа улетела доиграли вот она недалеко сразу столько эмоций столько радости ведь не виделись ты где была долга где грела яйца сейчас он может покормить а я смотрю может покормить нет разговоры разговаривает кормить не кормят ну-ка подождем минутку обычно кормят самцы самок а потом самки кормить ладно возвращаем этот домик назад а вот они целуются гормятся самочка выпрашивает у самца еду обратите внимание как они общаются друг с другом возвращаем домик на место в общем сейчас сегодня вы наблюдаете редкие кадры прямо так аккуратно здесь у нас что получается квартира свободно вот если при наличии таких домиков свободных видите да он свободы никому не принадлежит некоторые птенцы некоторые птенцы у некоторых пар похожи на самцов других семей вы обратили внимание здесь был и синица и синий птенчик и такого плана птенчик это о чем говорит это где-то наличие свободного домика то есть они здесь договариваются потом уединяются и получаются разноцветные волнистые это вот из личного наблюдения за поведением стаи кто стаянно держит я думаю они меня понимают потому что не раз наблюдали когда самка вылетает она умудряется спора спороваться потом несколькими самцами кстати для меня было я не ожидал что австралийские аборигены считают волнистых попугаев пригодны к пище и приготавливать с них различные блюда а здесь смотрите какие пушистые одуванчики сейчас мы их немножко света добавим по моему это самые красивые чем-то напоминает радужную волну все улетела она прилетит попозже вот самка улетать чуть не упал вернее упал сейчас минуточку надо поправить забыть облокотился на стенку крючок не выдержал хотел заснять вам кадры как встречает самец самку блин где они в общем ладно продолжаем дальше тут же птенцы остались сейчас я вам их покажу друзья как вы считаете это самец или самка столь раннем возрасте пол волнистого попугая определить невозможно нет непонятно возвращаемся это назад яички пустые они высохшие сейчас я вам покажу вот видите сухое высохло возможно не оплодотворили не знаю почему может быть первый раз может быть может быть что хочешь это надо разбираться в основном птенцы так следующий у нас остался один домик здесь и четыре домика здесь сейчас надо быстренько все это дело показать рассказать просто самому интересно думаю и приглашу вас на обзор вместе посмотрим тем более вот самочка синяя обратите внимание какой насыщенный глубокий синий цвет также передается птенцам здесь тоже многодетная семья разновозрастные дети смотрите эти уже крупные такие а этот маленький тут лежит что-то может надо его подкормить забрать вот друзья он погибает мне кажется да уж это еле шевелится но у него голод он реально голодный возможно мамаша под по неопытности не докармливать уже он ноги потянул попа у него чистая как-то мне через камеру смотреть плохо да эти у него судорога тянет его чувствую как у него еще пульс бьется вот-вот-вот шевелится в принципе надо сейчас брать его в карман нести на реабитацию и спасти сейчас его в карман положу может удастся спаси не знаю мне кажется он очень тяжелом состоянии ладно карман его а эти вот все бутузики накормленные все хорошо все фиолетовые будут что-то я вам скажу видимо всех плохо кормят но нет вот тут зуб чувствую нормально так надо поторапливаться с осмотром и бежать спасать того которого в карман положил попытаюсь по крайней мере спасти но не обещаю не знаю что с этого получится можно принципе осмотр остановить не знаю даже как быть правильно ладно давайте досмотрим уже если ему слишком плохо минутой раньше минутой позже мы ничего не сделаем только не ду дай она его сварит сгорит желудки и все и может умереть так бывает от переистощения вода попадает сразу или вида сразу начинается умирать здесь тоже у нас смотрите по убивали друг друга убираем все это дело здесь обратите внимание клюв на 100 целый а вот зубе нет еды не кормили попа чистая так это у нас уже второй и третий они тут еще 4 все голодные целые но голодные бывает и такое возможно возможно когда драка была здесь у меня я отсадил одну самку возможно это ее помет так вот такие вот новости в нашем хозяйстве следующая банка здесь он сидит на яйцах значит скоро будут клинцы и видите как получается они не одновременно все сели кто-то только сел кто-то уже вылетает что-то только нестись собирается вот вам пожалуйста плюсы и минусы разведения в вольере застрял скворечься могу достать плюсы какие то что управляться удобно разводчику да вот здесь тоже порядок а нет непорядок по возможности трупики убирайте видите здесь есть там нету там есть а вот тоже будет похож на радужного смотрите какой цвет красивый он вырастет будет радужный вот так он подтягивает крылышки для равновесия на раздель сегодня будем отвлекать долго не будем отвлекать тепленькие все накормлены а маленькие накормлены да вот тут у него зобик есть еда так там все живые все нормально заключительный дом заключительный сейчас быстро смотрим и побежали кормить спасать вернее этого который полу дышит что тут у нас вот здесь тоже птенцы опилок нету практически видите все высыпали все закрываем все хорошего птенцам можно пожелать ну вот чем в общем все друзья показал рассказал вопросы есть пишите получается в одном в одном домике полностью были погибшие птенцы да возможно не знаю почему там они в двух домиках полностью погибшие там были покусаны здесь были полностью погибшие от голода так что вот такая ситуация ну что друзья мы просмотрели с вами видео обзор гнезд волнистых попугаев видели как размножаются чудесным образом птенчики организовано питание там разнообразное питание видели что в гнездах чистота и порядок но условно допустимые там то есть там нету ни поносов чистые птенцы то есть хотелось бы подчеркнуть плюсы и выделить минусы чтобы в дальнейшем минусов было меньше у меня и у вас и у многих кто увлекается разведением с тайным с тайным разведением волнистых попугаев и так дорогие мои любители птиц у кого есть какие мнения у кого есть какие мысли я бы хотел их зачитать в комментариях так что пишите обменивается надо опытом потому что видите как получается с одной стороны хорошо то что удобно стаю покормил туда все это а есть такие минусы как нападение на птенцов другими самками или другими самцами но в основном это самки нападают то есть мы видели с вами несколько птенцов было без клюва и одна семья была вроде как от них отказались непонятно но друзья мои я хотел принести показать вам самку но что-то я забыл за нее немножко у меня есть отсаженная самочка я ее отсадил потому что там в вольере была драка в свое время я подумал что эта самка лазает по домикам и портит птенцов а возможно это была мать этих птенцов ну возможно это моя ошибка не знаю тут как бы каждый раз ситуации новые как поступать нет такого шаблона что вот читай сегодня это завтра то послезавтра то как бы вольер там все идет стихийно это непредсказуемо можно сказать но я считаю что вот в принципе мы сейчас с вами смотрели довольно таки все неплохо вот единственное думаю что на будущее чтобы было меньше птенцов возможно нужно все-таки более чаще смотреть по гнездам ну наверно может быть хотя бы раз в три дня но опять таки в моем си в моей ситуации там всего 10-13 пар это раз-два посмотрел и побежал а если кто-то много держит как там смотреть гнезда раз в неделю посвящать полностью день делать чтобы все гнезда посмотреть некоторые держат же по многу так что друзья это видите как то все вот с одной стороны так с одной стороны так все относительно так что друзья буду вам признательны если вы напишите свои мнения в комментарии мы вместе подумаем поразмышляем и будем добиваться лучших наилучших результатов все с уважением всего вам доброго смотрите продолжение на моем канале будет сейчас чуть подрастут будут массово вылетать будем снимать мы будем разбираться какие расцветки будем раз покажу кстати планирую по поводу волнистых покажу вам как выглядят самец и самочка вот в раннем возрасте то есть их там будет может десяток полтора вылетит и мы всех их посмотрим и сделаем выводы как то как отличается самец от самки так что друзья всего доброго продолжение следует до скорой встречи